Не только ремонт общественных пространств, но и создание новых территорий может значительно улучшить жизнь прибайкальцев. Но комфорт в городах, деревнях и поселках зависит не только от решений, которые принимают власти. Так сейчас иркутяне могут проголосовать за народные идеи по улучшению городского пространства. Сделать свой выбор можно до 22 ноября. Все подробности в следующем сюжете. Программа «Народные инициативы» существует с 2011 года. Благодаря этому проекту в Иркутске ежегодно приводят в порядок или создают по 15-16 объектов. Так, в этом году в Октябрьском округе реализовали проект «Безопасная физкультура». На территории шести детских садов появились новые площадки для занятий спортом. Это идея воспитателей детских садов и родителей. Еще один пример. На улице Доржибанцарова установили подвесные качели, пешеходные дорожки и скамейки. Выбирают, какие именно идеи будут воплощены в жизнь жителей Иркутска. Сейчас есть возможность проголосовать за проекты на сайте госуслуги. Всего там представлены 62 народные инициативы. Голосование началось два дня назад, но среди проектов уже есть свои лидеры. Это благоустройство стадионов и ремонт спортивных залов в школах Иркутска. Модернизация скверов. Больше тысячи голосов набрал проект по установке автогородка для дошкольников микрорайона «Юбилейный». Сделать свой выбор можно и очно в комитетах по управлению округами. Но нужно взять с собой паспорт. Закончится голосование 22 ноября. После подведут итоги. Реализуют лучшие идеи в следующем году. Олег Федоров, Александр Якубчик. Новости по будням.